Тема нашей сегодняшней лекции – водно-солевой обмен и методы исследования. Вода – один из важнейших компонентов живого организма, который у новорожденных детей составляет 75-80% от массы тела, у мужчин – 55-65% и у женщин – 43-46%. Водные сектора разделяются на два вида – внеклеточные и внутриклеточные. Внеклеточные водные сектора бывают интерстициальные, плазменные, а также трансцеллюлярные. Внутриклеточный объем составляет 66,6%, интерстициальные – 27,6%, а также объем плазмы – 6,7%. Виды нарушений водно-электролитного обмена. Называйте дискетрии. Она бывает двух видов – гипогидротация и гипергидротация. Они, в свою очередь, разделяются на изотонические, гипотонические, гипертонические, а также бывают ассоциированные формы нарушений. Это внеклеточная гипогидротация с внутриклеточной гипергидротацией или наоборот, а также гипо- и гиперосмолярные синдромы. Дегидротация – основные причины дегидротации, ну, это можно заметить, потери воды, через почки, через кожу, через легкие, с раневой поверхности, в том числе и кровопотери, и плазмопотери, и через желудочно-кишечный тракт в виде рвоты, поноса, свящей, стомы, зонды, кишечной непроходимости и в третье пространство. А также дегидротации могут быть связаны с снижением поступления воды. Невозможное поступление воды в организм – это отсутствие воды, бессознательное состояние и так далее, а также неадекватное кормление и инфузионная терапия. В степени дегидротации бывают четыре вида. Первая степень – это потеря 1-2% воды, характерно незначительной расстройствой функции организма. Вторая степень – потеря 2-4% воды, характерно слабость, сольливость, потеря аппетита и гипотония. Третья степень – потеря 4-6% воды, это около 2 литров, проявляется нарушениями функций центральной нервной системы, сухостью кожи и слизистых снижения турбера кожи и нафтами. И третья степень – это потери 6-10% воды, это около 3-4 литров, и развивается шок или кома. Изотоническая гипогидротация развивается при эквивалентных потерях воды и солей, характеризуется гиповолемией. Массивная кровопотерия – кишечный токсикоз, когда бывает дизентерия, энтерит, холера, язвенный колит, а также стеноз привратника, высокое непроходимое в тонкого кишечника, а также при состояниях, сопровождающих обильной рвотой или диареей, а также при массивных ожогах, кишечных свящих, длительном применении некоторых диуретиков. Гипотаническая гипогидротация – это потери электролитов, приобретает над потерей воды, при этом осматическое давление внутри клеток оказывается выше, чем во внеклеточном пространстве. То вода по закону из-за смолярности перемещается в клетки, вызывая их отек и набухание. Внутриклеточная гипергидротация с внеклеточной гипогидротацией – это ассоциированные нарушения, причины могут быть обильные и длительные потоотделения, дефицит минералокортикоидов при недостаточности надпочечников болезни Антисона, рвота, понос, коррекция из-за смолярного обезваживания водой без электролитов. А также при неправильном проведении гемодиализа или пиротениального диализа, быстрое снижение смолярности плазмы может вызвать отек нервных клеток. Судороги КОМУ, а также Десэквилибриум синдром называется. Ассматическое давление концентрация частиц в единице объема жидкости. Вода движется через сосудистую стенку и клеточную мембрану по ассматическому градиенту. Гиперосмолярная дегидратация – это преобладает потерей воды, повышает осматическое давление крови и по закону из-за осмолярности вода перемещается из клеток во внук в неклеточное пространство. Уменьшаются, обратите внимание, все водные сектора. Диагностические критерии – это увеличение концентрации натрия в плазме. К водному истощению приводят невосполняемые потери воды, чрезмерные потери воды, лихорад, косметический диурез, понос, лишение воды, предписание, например, ничего внутрь или кома. В гипергидратации основные причины могут быть избыточное поступление воды при снижении экскреторной функции почек, недостаточная инактивация антидиурического гормона, избыточное введение пероральной или внутривенно больных объемом кристаллодных растворов, натрия хлорида, глюкоза с целью устранения дегидратации, экзотоксикозы и эндотоксикозы, при которых увеличивается образование эндогенной воды иногда до 10 литров в сутки. Это состояние усугубляется присоединяющейся почечной недостаточностью. Вторичные гиперальдестеронизмы у больных с печеночной и сердечной недостаточностью и могут приводить к отеку. Изосмолярная гипергидратация развивается при переливании больших объемов изотонических растворов, при сердечно-сосудистой недостаточности, токсикозах беременности, болезни и цинкокушинка, вторичном алдестеронизме, при гиперпротенимих, а также при нарушениях лимфооттока. Последствия такой гипергидратации сводятся к увеличению ОЦК, повышению артериального давления, перегрузке сердца с риском развития его недостаточности, а также с выраженным отечным синдромом с угрозой развития в тяжелых случаях отеков легкого или мозга. Гиперосмолярная гипергидратация – это задержка солей преобладает над задержкой воды, и осмолярность сонеклеточной жидкости оказывается больше, чем внутри клеток. Возникает внутриклеточная дегидратация из фона к клеточной гипергидратации. Введение больших количеств гипертонических растворов, вынужденные неограниченные питье морской воды, осмолярность, которая значительно превышает осмолярность плазмы крови, первичный и вторичный алдостеронизм, патология почек, характеризующихся преимущественным нарушением введения солей, тублопатии или ферментопатии, могут привести к гиперосмолярной гипергидратации. Гиперосмолярная гипергидратация – также это считается ассоциированной формой, характеризуется увеличением всех водных секторов в сочетании со снижением осмолярности, внеклеточного водного сектора, снижение осматического давления плазма определяет перемещение воды из интерстиции в клетки. Такие нарушения могут возникать при чрезмерном введении бессолевых растворов, превышающем выделительную способность почек, при повышенной секреции антизерфорического гормона, циррозе печени, почечной недостаточности, недостаточности кровообращения с отечным синдромом. Осматическое давление – это концентрация частиц в единице объема жидкости. Как мы сказали выше, что вода движется через сосудистую стенку и клеточную мембрану по осматическому градиенту. Движение жидкости через сосудистую стенку и клеточную мембрану происходит по осматическому градиенту. Осматическое давление определяется количеством частиц в единице объема. Натрий – это основная частица экстрацелулярной жидкости. Поэтому натрий определяет давление, астматическое давление экстрацелулярной жидкости, недопустимое изменение концентрации натрия в экстрацелулярной жидкости. Контроль водного баланса и концентрация натрия в организме осморегуляция осуществляется этим механизмом. А также контроль воды баланса и концентрации натрия в организме нарушается в этом механизме. Повышение давления, астматического давления на 1% выше порога, это 280-290 на килограмм воды, астматический порог для антидюридического гормона воспринимается осморецепторами переднего гипоталамуса. Нарушение гипонатриемии приводит к нарушению разведения, например, мочи, неадекватной и избыточной по отношению к потребности поступления воды, это приводит к гипонатриемии. Гипонатриемия – это считается снижением концентрации натрия в плазме крови ниже 130 ммоль на литр. Обязательно снижается и осмолярность плазмы крови. Гипоосмолярность плазмы крови – основной критерий и основной патогенический механизм наиболее тяжкого осложнения гипонатриемии – это отек мозга. При гипонатриемии общее содержание натрия в организме может быть нормальным, сниженным или повышенным. Гипонатриемия полиэтилогична и может возникать при разных заболеваниях, травмах, хирургических вмешательствах и усиленной физической нагрузке. В каждом отдельном случае возможно сочетание причин, что имеет большое значение для лечения. Оценка общего содержания калия играет важную роль в лечении гипокалемии и гиперкалемии. Гипокалемия – это снижение калия в плазме, чем 3,5 ммоль на литра ниже, обусловлено перемещением изнеоклеточного пространства в клетки. Это может быть потерями, недостаточным поступлением, плохо коррелюет с дефицитом в организме. Гипокалемия – это снижение калия в плазме выше, чем 5,5 ммоль на литров, обусловлено перемещением из клеток в внуклеточное пространство, снижение почечной экскреции, повышенным поступлением и псевдогипокалемии. Имеющиеся нарушения водно-электролитного баланса и их приблизительная степень может рассчитываться с помощью следующими формулами. которые вы можете увидеть на данном слайде. Спасибо за внимание.